В творческой мастерской Итак, сейчас вы чувствуете себя счастливыми и находитесь где-то в своей творческой мастерской. Вот пример работы, которой вы можете там заниматься. Мне нравится здесь находиться. Я оценю смысл и энергию этого времени. Я очень хорошо себя здесь чувствую. Я вижу себя как единое целое и знаю, что себя таким создал я сам. Это целое полностью мой выбор. В моем видении я полон энергии, неутомим и иду по жизни беспрепятственно. Я вижу себя движущимся по жизни. Сажусь и выхожу из машины. Вхожу и выхожу из зданий, комнат, начинаю и заканчиваю разговоры, получаю жизненный опыт. Я вижу себя движущимся без усилий, спокойно и счастливо. Я вижу, что притягиваю только тех, кто гармонирует с моими текущими намерениями. С каждым моментом я все лучше и лучше понимаю, чего хочу. Когда я сажусь в машину и еду куда-то, я вижу, что приезжаю здоровым, отдохнувшим, полностью готовым к тому, что собираюсь там делать. Я вижу себя идеально одетым в том стиле, который для себя выбрал. Приятно знать, что совершенно не имеет значения, что выбирают другие и что думают они о моем выборе. Имеет значение то, что я доволен собой. Когда я вижу себя, это действительно так. Я понимаю, что все области моей жизни безграничны. У меня неограниченный кредит в банке. И видя себя движущимся по жизненным ситуациям, я с восхищением понимаю, что ни один мой выбор не ограничен деньгами. Я принимаю все решения, основываясь на том, хочу я получить этот опыт или нет, а не на том, могу ли я себе это позволить. Я знаю, что я магнит, который в любой момент притягивает те виды процветания здоровья и отношений, которые я хочу. Я выбираю абсолютное и продолжительное благополучие, потому что понимаю, что изобилие Вселенной бесконечно. И притягивая его к себе, я не ограничиваю других, хватит на всех. Ключ к изобилию в том, чтобы каждый из нас увидел и захотел его. И тогда каждый из нас получит его. Поэтому я выбираю безграничность. И не обязательно делать большие запасы, ибо я понимаю, что располагаю возможностью привлечь то, чего я хочу. Для чего бы это ни было мне нужно. Иногда я думаю о том, чего хочу. Деньги сами приходят ко мне. Поэтому у меня безграничный запас изобилия и процветания. Я благополучен во всех сферах своей жизни. Я вижу себя окруженным людьми, которые, как и я, стремятся к развитию. Которых притягивает ко мне моя готовность позволить им быть тем, чем они хотят быть. Делать то, что они хотят делать. Обладать тем, чем они хотят обладать. И при этом я не обязан притягивать в свою жизнь те вещи, которые они выбирают. Если они мне не нравятся. Я общаюсь с людьми, разговариваю, смеюсь и получаю удовольствие от их совершенства. А они получают удовольствие от того, что совершенно во мне. Мы все ценим друг друга. Никто из нас не критикует и не замечает тех вещей, которые нам не нравятся. Я вижу себя полностью здоровым. Я вижу себя абсолютно благополучным. Я вижу себя вдохновленным жизнью. Я ценю опыт физической жизни, которому я так стремился, решив стать физическим существом. Это прекрасно быть здесь физическим существом. Принимать решения физическим мозгом и при этом получать энергию Вселенной благодаря силе законы притяжения. А теперь, благодаря этому чудесному состоянию бытия, я притягиваю все больше подобного. Это хорошо. Это весело. Мне это очень нравится. Я выйду из мастерской и буду на протяжении этого дня дальше искать то, что мне нравится. Приятно знать, что если я увижу кого-то богатого, но больного, мне не придется приносить с собой в мастерскую все это. А принесу я только ту часть, которая мне нравится. Я принесу пример процветания и оставлю пример болезни. Пока моя работа закончена. Не все законы универсальны. Джерри. Абрахам, вы говорили нам о трех основных универсальных законах Вселенной. Разве есть законы, которые не являются универсальными? Абрахам. Вы много что называете законами. Мы определяем как законы только то, что универсально. Другими словами, входя в это физическое измерение, вы устанавливаете соглашения времени, гравитации и восприятия пространства. Но эти соглашения не универсальны, потому что существуют другие измерения, которые им не следуют. Во многих случаях то, что вы называете законом, мы называем соглашением. Нет никаких других вселенских законов, которые мы якобы собираемся открыть вам позже. Как лучше всего использовать закон притяжения? Джерри. А какими способами мы можем сознательно или намеренно использовать закон притяжения? Абрахам. Начнем с того, что вы всегда его используете, знаете ли вы об этом или нет. Вы не можете перестать его использовать, потому что он неотъемлемая часть всего, что вы делаете. Но нам нравится вопрос. Ты хочешь понять, как его сознательно использовать для достижения того, чего вы намеренно желаете? Самое важное для намеренного использования закона притяжения – знание о его существовании. Поскольку закон притяжения всегда реагирует на ваши мысли, их сознательная фокусировка очень важна. Выбирайте объекты, которые вам интересны, и думайте о них выгодным для вас способом. Другими словами, думайте о позитивных аспектах вещей, которые вас интересуют. Когда вы выбираете мысль, закон притяжения будет на нее реагировать, привлекая другие подобные ей мысли, таким образом усиливая исходную. Продолжая фокусироваться на выбранном объекте, вы во много раз усиливаете вашу точку притяжения, по сравнению с тем, когда ваш разум перескакивает от объекта к объекту. Фокусировка дает невероятную силу. Делая сознательный выбор тех мыслей, которые вы думаете, действий, которые вы совершаете, и даже людей, с которыми вы проводите время, вы будете ощущать действия и законы притяжения. Когда вы контактируете с людьми, которые ценят вас, это стимулирует ваши мысли о собственной ценности. Когда вы проводите время с теми, кто замечает ваши недостатки, их восприятие этих недостатков часто становится для вас точкой притяжения. Когда вы начнете понимать, что все, на что вы обращаете внимание, становится больше, потому что закон притяжения гласит, что так должно быть, вы станете более разборчивы в том, на что первоначально обращаете внимание. Значительно проще изменить направление мыслей на ранних стадиях их формирования, прежде чем мысль наберет энергию. Но направление мысли можно изменить в любой момент. Можно ли мгновенно изменить созидательную энергию? Джерри Скажем, у человека уже что-то происходит как результат прежних мыслей, а сейчас он решил, что хочет резко изменить направление созидания. Существует ли фактор инерции? Нужно ли сначала замедлить процесс уже идущего созидания? Или можно сразу начинать созидать в другом направлении? Абрахам Закон притяжения создает инерцию. Закон притяжения гласит, притягивается то, что похоже. Поэтому если вы своим вниманием активировали какую-то мысль, она становится больше. Но мы хотим, чтобы вы поняли, энергия накапливается постепенно. Поэтому вместо того, чтобы пытаться обратить мысль вспять, начните фокусироваться на другой мысли. Допустим, вы уже какое-то время думаете о чем-то, чего не хотите. Поэтому у вас имеется довольно сильная негативная энергия. Вы не сможете внезапно начать думать противоположным образом. На самом деле, из вашего текущего положения у вас вообще не будет доступа к подобным мыслям. Но вы можете все изменить. Выберите мысль, которая ощущается для вас несколько лучше, чем то, о чем вы думаете сейчас. Потом выберите следующую мысль. И так постепенно направление ваших мыслей изменится. Еще один эффективный процесс смены направлений мыслей – полностью изменить тему, намеренно выбрав позитивный аспект чего-либо. Если у вас это получится, если вы хотите попробовать и дальше какое-то время фокусироваться на этой более приятной мысли, то закон притяжения начнет реагировать на нее, и общий баланс мыслей улучшится. Когда вы затем вернетесь к своей предыдущей негативной мысли, то будете уже находиться в другом вибрационном режиме. И улучшение вибраций определенным образом повлияет на эту негативную мысль. Постепенно вы улучшите вибрационное содержание объекта, о котором решили думать. А когда это произойдет, то ваша жизнь в целом начнет меняться к лучшему. Допустим, человек пытается резко переключиться в позитивном направлении, процветании или здоровье. Если у него уже есть инерция движения в другую сторону, сколько веры или уверенности ему понадобится, чтобы преодолеть разочарование и сказать «Я знаю, что у меня все сработает», если этого пока не произошло? Абрахам Понимаете, в позиции разочарования вы притягиваете к себе еще больше причин разочаровываться. Лучше всего помогает понимание процесса созидания. В этом ценность творческой мастерской – стать счастливым. А потом отправиться в место, где вы видите все таким, каким хотите, чтобы оно было. Увидев, вы начинаете так отчетливо в это верить, что уже вызываете эмоции, а из-за этого состояния бытия вы притянете то, чего хотите. Разочарование – это связь с вашей внутренней сущностью, которая дает вам понять, что то, на чем вы фокусируетесь, – это не то, чего вы хотите. Если вы восприимчивы к своим чувствам, то само разочарование даст вам понять, что то, о чем вы думаете, – не то, что вы хотите пережить. Что вызывает мировые волны нежелательных событий? Джерри. Мне часто случалось видеть или слышать в новостях сообщения о захвате самолета или террористических актах, или случаях жестоких издевательств над детьми, или о массовых убийствах, или о других негативных событиях. А потом видеть, как по всему миру поднимается волна подобных событий. Это вызывается тем же механизмом? Абрахам. Внимание к любой теме усиливает ее, потому что внимание к теме активирует ее вибрацию, а закон притяжения реагирует на активированную вибрацию. Те, кто планирует угон самолета, добавляют этой мысли силу. Но те, кто боятся угона, тоже добавляют мысли силу, потому что своим вниманием вы добавляете энергии вещам, которых не хотите. Те, у кого существует четкое намерение не притягивать в свою жизнь никакой негативной информации, вероятно, просто не будут смотреть новости. Понимаете? Существует так много разных намерений и сочетаний намерений, что нам сложно говорить в общем, как они вызываются. Естественно, трансляция новостей усиливает эти ситуации. Потому что чем больше людей фокусируются на том, чего они не хотят, тем больше они способствуют созданию того, чего не хотят. Сила их эмоций оказывает огромное влияние на события вашего мира в целом. В этом суть массового сознания. Может ли внимание к медицинским процедурам притягивать их? Джерри. Сейчас по телевизору часто показывают хирургические операции. Как вы считаете, это увеличивает количество происходящих операций в целом? Другими словами, когда человек смотрит по телевизору медицинские процедуры, может ли он автоматически начать вибрационно подстраиваться под сущность медицинских процедур? Абрахам. Когда вы на что-то либо обращаете внимание, вероятность привлечь это увеличивается. Чем ярче подробности, тем больше внимания вы будете уделять объекту, и тем больше вероятность привлечь его в свою жизнь. Поэтому любая негативная эмоция во время просмотра подобных передач указывает на то, что вы притягиваете негатив. Конечно, болезнь не начинается немедленно, поэтому вы часто не связываете свои мысли и последующую негативную эмоцию с итоговой болезнью. Но эта связь несомнена. Ваше внимание к чему бы то ни было притягивает это к вам. К счастью, благодаря существованию временного буфера, мысли не воплощаются в реальность немедленно. Поэтому у вас хватает возможностей оценить направление мыслей, ориентируясь на чувства, и изменить направление тех из них, которые вызывают негативные эмоции. Постоянная демонстрация медицинских подробностей заметно влияет на распространение болезней в вашем обществе. Если вы позволяете себе фокусироваться на постоянном потоке неприятной статистики, касающейся бесконечности возможных физических заболеваний, это не может не воздействовать на вашу точку притяжения. Вместо этого вы можете найти способ фокусироваться на тех вещах, которые хотите привлечь в свою жизнь, потому что притягиваете все, на что постоянно смотрите. Чем больше вы думаете о болезнях и беспокоитесь о них, тем сильнее их притягиваете.